Всем доброго времени суток! Сегодня десятый блок промышленного пчеловодства, а именно анализы пчелопродуктов. Да, тема очень объемная, но попробую ложиться свои 10 минут, не больше, потому буду рассматривать ее больше с точки зрения обывателя, а не дипломированного врача ветеринарной службы. Пчела это насекомые, потому как и любой другой организм подвержен болезням, и большинство этих болезней на сегодняшний день, к сожалению, нельзя излечить только народными средствами без применения лекарственных препаратов. Кроме того, промышленное пчеловодство производит сбор пчелопродуктов на обрабатываемых аграриями и территориями. И эта обработка, ясное дело, не может обойтись без искусственных химических препаратов для защиты и стимулирования урожая. Причем эта защита вносится как в землю, так и в пассивной материал. Потому перед анализом пчелопродуктов стоит очень обширная задача. В первую очередь, отопределить наличие и количество искусственных химических веществ в пчелопродуктах из обрабатываемых полей, из пассивного материала, из препаратов лечения и профилактики заболеваний пчелосемей. Вторая задача анализа пчелопродуктов, это выявить их качество по содержанию, по соблюдению технологии отбора, разлива, хранения и так дальше. В странах, где развито промпчеловодство, а это в первую очередь США, Канада, Франция. Этими вопросами занимается ветеринарная служба. К примеру, в Канаде на 3-4 тысячи пчелосемей государством оплачивается работа одного инспектора только с бюджета провинции. Пчеловод не платит за анализы на болезни ничего, даже если ветинспектор прибыл на его пасеку по его запросу. Например, пчеловод не уверен или у него есть подозрения на тот же гнилец, потому пчеловод заинтересован в работе инспектора. Другие дополнительные анализы, конечно, уже платные. Инспектор контролирует такие вопросы, как выдача разрешений на продажу пчелосемей, перевозка семей на опыление, выдача паспорта и сертификата на пасеку. То есть, ветслужба довольно жестко контролирует состояние пасеки. Например, при нахождении гнильца тачок с такими ульями идет на сажение, а на пасеку налаживается карантин на два года. Но при этом ветслужба помогает пчеловоду бороться с болезнями и производить действительно качественный конкурентный пчелопродукт. В этих странах пчеловоду не выгодно производить некачественный мед, потому что мед, по сути, проходит тройную проверку. Во-первых, ветинспектор может прийти на тачок в любое время и без разрешения и участия пчеловода провести анализы на болезни семей. Результаты проверки выслать почтой пчеловоду. Во-вторых, при отборе, при оптовой продаже меда, особенно на экспорт, отбираются образцы меда для определения его качества, так и на содержание сторонних им веществ. И третий тип проверки, это уже непосредственно проверка с полки магазина. На каждой этикетке есть маркировка упаковщика, по которой можно определить, с какой пасеки была партия меда. Но это все на промышленных пасеках США, Канады, Франции. В моих условиях имеем совсем другую ситуацию. Да, я понимаю, что у нас 90 процентов пасек это дворовые небольшие пасеки максимум до 100 ульев, но в основном намного меньше. Но здоровье пасеки и качество пчелопродуктов в моих условиях это проблема только пчеловода. А ветслужба это лишь очередной административный орган, который свои расходы зачастую полностью прилаживает на плечи пчеловода. Но хотим мы этого или нет, рынок все сильнее и сильнее диктует промышленные технологии в пчеловодстве. И со всеми этими вопросами пчеловод остается один на один в плане поддержки и финансирования всего этого предприятия. И риски как бизнеса этой затеи по сравнению с зарубежными промышленниками просто колоссальные. К примеру, со мной оптовик не рассчитается за мой мед, пока не придут анализы на этот сданный уже мой мед. И если в нем найдут тот же антибиотик, а мне мой мед вернут обратно еще даже и счет могут выставить за доставку, пересылки и так дальше. И это несмотря на то, что этот мед закупается здесь по цене технического меда, там 1 доллар 60 центов за кило в среднем, и может содержать эти вещества и не соответствовать нормам по качеству пищевого продукта. Но это уже отдельный разговор сейчас не про это. Потому пчеловоду, как бы того не хотелось, приходится внедрять промтехнологии для конкурентности своего продукта. За границей, без того же использования огнемановской решетки на всех ульях на медосборе на пасеку не выдадут сертификат и паспорт. Это и есть дополнительная гарантия непопадания лекарственных веществ в мед. И что мы видим? Последние годы в наших пчеломагазинах пошел колоссальный спрос на эти же решетки, а все крупные пасеки поголовно начали внедрять ее в обязательном порядке. Потом использование, лечение и профилактики в безрасплодный и безвзяточный период. Тоже ведь методы промчеловодства. Но это вся ответственность на пчеловоде и это он должен контролировать и придерживаться для получения качественного пчелопродукта. А вот вопрос, который он не может контролировать и отвечать, это обработка аграриями своих земель, защитными и стимулирующими химвеществами как полей, так и пассивного материала. Здесь все печальнее, поскольку в моих условиях фермер это частник и человек, у которого есть большие деньги. Поверьте, он может купить любого инспектора и любой анализ, потому может обрабатывать поля практически любыми веществами, абсолютно не заботясь про самочувствие пчел и качество меда пчеловода. Потому в реальных условиях, если вы не фермер и не можете знать, чем он обрабатывает свои поля в этом сезоне, заниматься промышленным пчеловодством это просто безумие. Но представьте себе в конце сезона несколько десятков тонн меда, которые не забрали на экспорт из-за забракованных анализов. Продать все это на внутреннем рынке можно, но такое количество меда будет очень и очень тяжело. Что касается меня в этом вопросе. Я хоббист и не промышленник. Потому все эти вопросы далеки от меня и так остро не стоят на сегодня. Но производить хочется именно качественный мед, хоть и небольших количеств. Потому буду в обязательном порядке использовать огнемановскую решетку, профилактику и лечение в безрасплодный и безвзяточный период. Проводить это лечение только теми веществами, которые разрешены в мире на промпасеках, где инспектор не подкупается. К примеру, препараты на основе аметраза там запрещены очень давно. Но у нас активно рекламируется на том же ютюбе многими пчеловодами, которые продолжают использовать бипин от клеща. Вместо бипина в промпасеке используют щавелевую кислоту, полоски на основе апистана и аметраза. От назиметоза применяют фомогелин. При признаках гнильца разрешен антибиотик окси-тетрациклин. Но антибиотики применяют только при подозрении, но не для профилактики гнильца. Итак, мой эксперимент продолжается всем качественным медом, пчеловодом в сотах и в бочках, потребителю к столу утром, к полезному и питательному завтраку для организма.